друзья хочу сегодня с вами поделиться наработкой назвал ее эгейская эгейская штукатурка так сказать в продолжение мастер-класса который мы с пашей проводили название очень понравилось это решил продолжить что здесь у нас у нас здесь модельная масса да в частности взяли на вооружение так вот d60 акриловую шпатлевку универсальные отколировали ее универсальными красителями что по диагонали с того угла мы начали и по диагонали наносили вот на ширину двух шпателей что здесь важно отметить то есть по по своей технике она похожа на византийскую византийскую штукатурку как мы еще называем павлин навлин на византийку я показал с патиной то есть мне вскрывали потом моделировали мы работали мустартовой эркомовской шпаклевкой готова который ведрах здесь мы взяли до 60 по той причине что 7 лет назад когда мы делали ремонт то мы когда применяли итальянские материалы добавили балдини вагничи это было так акриловая шпатлевка вот она очень близко к по своим свойствам до 60 помню когда первый раз попала мне в руки до 60 7 лет назад то такое ощущение вода что там итальянские технологи сказать одески они сидели за одной партой настолько они были похожи по эти две поплевки итальянская и одеска значит я надеюсь вам будет видно значит положили мы материал материал ложим с толщиной ну где-то полтора миллиметра вот когда мы ложим то есть мы должны четко себе отдавать отчет что вот можем делать там средиземноморскую штукатурочку такие как я говорю ростики если есть материал для этих ростиков значит мы достаточно положили тоже там много ложить большой слой тоже нет смысла она потом начинает плыть да и вы моделировать ее тоже не очень приятно когда магнитет шпателек к стенке да и византийку я вам тогда показывал мы делали пластиком шпателеком а сейчас делаю металлический сейчас у нас это ойкас значит положили еще раз материал на подобии анриетической штукатурочки чтобы были ростики толщину мы так забираем и потом взяли берем на шпателек много материала делаем такие движения запятые и работаем вот если так вот этим вот этой частью шпателечка вот еще раз смотрите здесь вот здесь вот видите вот сейчас пателека у нас образно да когда вы будете держать образ то есть не кончиком где будете делать а это только по вам показать еще раз буду помещать значит здесь что мы будем говорить сухого на мукро может пустить его немножко еще раза повторюсь расход вот на эту стенку я где-то 15 квадратов вот у меня пошло 4 так рассчитывал что у меня пойдет это килограмм даже чуть больше а пошло 17 килограмм еще где-то килограмм 6 еще осталось где-то килограмм 11 пошло вот этот объем 15 квадратных метров но опять это у меня да у вас может бы пойти и как раз вот с расчета килограмм 200 считайте так потом что еще модельную массу на нашу поклевку готовую до 6 я добавил еще водички 30 грамм это где-то около литра около литра добавил еще такой сделать рабочую густоту вот она не пластилин но и не достаточно ну и вязкая да то есть ну и не текущая получилась так что у вас будет течь не то что течь а раскрываться рисунок на стенке что мы нанесли до модельной массой в этом случае у нас была акриловая шпаклевка готовая которая ведра d60 эльфовская мы отколеровали универсальными красителями и отмоделировали в технике византийская штукатурка теперь что мы сделаем далее высохнуть частности это на следующий день мы проходим до шпателёчка убираем все так сказать золесенции чтобы она вот когда на ощупь нас ничего так сказать не отвлекала не раздражала да вот мы трогаем да и мы чувствуем что стеночка нет никаких так сказать инородных как это сказать ну все то что может быть там нам неприятно руке мы тихонько снимаем шпателёчком то есть можем воспользоваться вот такой техникой вот я не рекомендую брать наждачную бумагу или терочку ну что тогда можно будет снять и то что надо и то что не надо шпателем все-таки вы снимете ну не смойте снять так много да и он больше снимает верхушки вот если посмотреть так вот такие полированные да гореть огнем и на ощупь они будут тоже очень приятные потом что мы делаем мы грунтуем поверхность в частности здесь я использовал клей ПВА развел его один к трем наверное может один к четырем но и он все-таки один к четырем здесь не нужна такая пленка как это мне нужно было под модельной массой я там тоже грунтовал тоже клей ПВА только там брал соотношение это один-трем чтобы создать пленку чтобы когда я наношу модельную массу чтобы у меня стенка не забирала влагу чтобы у меня было больше времени работы с модельной массой опять таки стыки будут меньше замен что там еще отметить по модельной массе то есть может подойти вам любая акриловая шпаклевка которая есть у вас в наличии вот универсальная ну пускай у которой ведра готовы можно правда это делать и тех затворять и шпаклевки которые в мешках но это больше кому как больше нравится здесь нету каких-то законов здесь только общее правило и сейчас мы его загрунтуем и будем скрывать отраской лазурькой тоже покажу там на основе клея обойного клея ПВА и перламутра так специально хотел для вас сделать этот видео репортаж как ребята говорят по поводу грунтовки которые мы применяем именно берем клей ПВА и разводим с водой это соотношение 1-4 1-5 то есть все зависит от поставленной задачи хотите чтобы пленочка была больше значит разводить с водой меньше то есть у нас идет в этом случае я сделал 1-4 то есть 4 части воды и 1 часть клея то есть здесь нужно было например это 15 квадратов где-то вот литр может полтора литра грунтовки то есть мы взяли все вместе надо где-то на полутора получится то есть где-то грамм если 1-4 то грамм где-то 300 остальное у нас водичка получается литр 200 грамм чем хорош сейчас построю там видно у нас да сейчас еще раз перенесу сюда так еще раз чем хорош клей длинный грунтовок на основе клея ПВА ну вот первых она не она вот такая видно пеночку такую да она не течет то есть не стекает раньше мы пользовались аскаровской концентрированной грунтовкой то теперь пользуемся грунтовкой на основе клея так что ребята рекомендую грунтовку на основе то есть это тоже получается клея ПВА это тоже опять таки концентрированная грунтовочка поливини ацетатная ацетатная эмульсия виниловая винил винил шпаклёв вернее такую пленочку ну и связываем пыль вот тогда снимали выравнивали да наш рекорд немножко старый и тогда будем наносить грунт вернее когда будем наносить лазурь нам тоже необходимо чтобы поверхность не сильно впитывала нашу лазурь по той причине что тогда чтобы не было видно переходов так как мы лилисировка накладывается слой на слой ну и второй момент что свяжем немножко пыль итак дорогие друзья если я говорил о грунтовке и говорил что да и вот на основе ПВА повторюсь и сказал сколько там один к трём да и делал один к четырём то это не значит что это вот такое золотое правило которое там подходит ну оно универсальное то есть вы можете разводить и один к пяти и один к шести один к семи один к десяти это всё зависит от там какой вы хотите получить да результат то есть в этом случае да мне не нужна была такая сильная плёнка мне нужно было только связать пыль поэтому я довёл по-моему здесь это разводил вот взял вот такое количество например клея ПВА а остальное было у нас с водичкой то есть вот считайте да там вот одна часть клея ПВА и раз два три ну четыре может быть пять частей водички то есть мы продолжим шпайли да позвольте мне вашему покорному услуге продолжить разговор об агейской штукатурке повторюсь мы подошли к кульминационному моменту а именно нанесение уже перламутровой лазурь значит это авторская у нас лазурь она была сделана на основе как мы говорим волшебного геля а именно взяли на основу клей обоим универсальный добавили в него клей ПВА один к одному клей универсальный сейчас вам покажу если достянется у меня вот этот универсальный клей клей ПВА уже знаком и перламутровая краска андомиксовская луч это перламутровая краска наподобие вот как это чем-то как Эльвитекс Вильбетон как античный бар как вот это сто силы так называемый вот кишок китайский шок как он называется что здесь примечательно значит соотношение я уже сказал обойный клей мы развели вот этот волшебный гель получили добавили туда клей ПВА тогда когда уже этот клей набухнет второй момент и добавили уже этот волшебный гель в нашу перламутровую краску то есть там соотношение было здесь мы получили там 4 литра где-то литр был перламутровой краски где-то полтора литра было обойного клея литр где-то клей пол было значит чем интересен этот авторская лазурь то есть он ее часами опять регулировал густоту здесь она вот такая получилась видите регулировать количество перламутра да больше здесь конечно была у меня задача непростая тут мы делаем реставрацию нашей штукатурки авторской которую мы делали семь лет назад ну вот представьте какой дилеммой оказался то есть можно было вспомнить владел ли я тогда этими секретами старых мастеров а именно чтобы уже в то время делать авторские лазурь авторские патины и был приятно удивлен увидев что когда я сделал эту патину или сравнил с тем что было на стенах я уверен что действительно в то время уже Антонов владел этими навыками и успешно применял их на практике вот поэтому ребята делайте с нами делайте как мы делайте лучше с вами был Олег Антонов далее буду пока пока